друзья всем привет наконец-то добрался до своей тачки и сегодня я хочу на ней заменить аппаратуру чем не устраивает меня родная аппаратура родная аппаратура получается то что у нее нету двойных расходов газа вот ставишь к 3s аккумулятор получается то что курок ну очень плавно надо и можно ездить нормально вопросов нету но хочется чтобы как говорится диапазон у курка был намного побольше и поэтому как поставил большой акумчик и убрал убрал мощность грубо говоря процентов на 25-30 и все и ты плавненько гоняешь надо побольше добавил вот можно конечно как это здесь тоже пользоваться там 2 передачей но я говорю я вот чаще всего пользуюсь наоборот только понижайкой и 3s аккумулятор вот мне прям вот это нравится вот и вот сейчас как раз таки хочу это дело вот заменить а заменить как получается то что у нас идет приемник с этой аппаратуры вместе с модулем света и соответственно если меняем аппаратуру то свет перестает у нас работать вот поэтому я приобрел вот такую семиканальную аппаратуру она идет сразу не приемник тоже с модулем света единственное что нам придется перепаять разъемчики и вот этим как раз таки мы сейчас и займемся вот такая вот аппаратура вот он приемник все дело распакую пальцем удобно доставать переключатель можно сюда или включил выключил включил выключил и получается вот пятый шестой канал у нас идут как три мира такие можно лебедку ставить и 7 канал трехпозиционный на коробку передач можно поставить вот сейчас батареечку поставим так двойные расходы тримирование все есть вот такая вот аппаратура и и вот такой приемник вот они семь каналов слева и с правой стороны получается вот у нас свет фронт левый поворотники вот слр правый левый наверное ну посмотрим не знаю сейчас что значит в какой последовательности мы с вами будем что делать что у нас инструкция на нам наверное совсем нафиг не нужна а ну вот только расписано не буквами а вот flash верхний flashlight flash это мигалкой столь какая-то будет headline парковка вот задние фонари backup ну в общем ладно вот и винч плюс минус винч не знаю ладно разберемся я с этими с этим английским не основа вот характеристики аппаратуры заодно мы с вами не рассматривали давайте посмотрим что у нас сюда стандартно до 4 пальчика батарейки и нету возможности устанавливать получается 2s аккумулятор ну я особо и не люблю эти аккумуляторами как-то проще батарейки потому что всегда можно купить даже если они сели вот и поменять любое время ну что давайте значит снимать родной приемник вот попробуем сначала сейчас забейте им сразу аппаратуру и потом будем разбираться со светом сначала запустим тачку а потом свет ну погнали так значит открутил приемник вот открутил приемник сейчас вытаскиваю из него получается разъемчики серва регулятор и коробка передач все вот такой вот и сейчас значит начала мы забейте им запустим ее конечно по-хорошему нужен бокс сюда но у меня по моему они закончились не знаю сейчас посмотрю вот какой надо бокс поставить чтобы приемник не залить ничем далее сейчас получается откусил все проводочки вот сюда сейчас буду прикручивать другие я купил их уже сейчас вам покажу вот таких сейчас берем сколько нам нужно получается поворотники и вот так вот они сейчас покажу вам вот сюда втыкаются кстати мои аппаратуры которые продаются на авито вот я уже укомплектовываю этим проводочками чтобы вы их не искали вот так вот сейчас сюда получается припаиваю вот смотрю разбираюсь где свет где что потому что я так понимаю что минус общий на фару идет а вот эти это все будут разные плюсы вот так что будем сейчас разбираться и припаиваться так что заодно и информация будет для вас какие провода за что отвечают вот смотрите видите идут сюда у нас же здесь задний ход раз габариты 2 поворотники 3 вот провода соответственно четыре штуки минус общий остальные все получаются по цветам будут на каждую диодик ну в общем сейчас попробуем сначала сейчас забиндим короче удерживаем кнопку все включилась аппаратура дальше на приемнике есть кнопочка бинт мы ее зажимаем сейчас я все воткну и включаем регулятор соответственно она должна забиндится потом отпускаем проверяем ну и все никаких тут супер-упер наворотов нет в общем ничего я не зажимал воткнул все у нас работает сразу ничего я не биндил значит она сама получается биндится в общем никаким никаких проблем нет все руль работает кстати очень классно вообще ништяк так ладно с этими дальше фишками всеми потом разберусь мне сейчас надо подключить значит коробку передач на 4 канал я и поставлю вот потому что по удобно чик чик включил и все или сюда понижайка вот на этот сюда повышенная ладно сейчас решим ну все настроил на переключение поставил на третий канал вот сюда пониженная сюда повышенная вот и вот он кстати триммирование газа вот нажимаю еле еле видите почти до конца вот уже нажал очень удобно к ребенку там даешь или кто не умеет управлять и вот смотрите какой диапазон когда только начинает ехать в общем сорвать грунт снег в нашем случае сейчас актуально не получится так ладно все это подключил пониженная сюда было бы прикольно как вот на аппаратурах грубо говоря вот возьмем от ргт изначально бы поменять полярность туда-сюда чтобы грубо говоря на себя было у нас с вами пониженная а вперед повышенная чтобы мы не забывали как устроена но в принципе я ее почти постоянно пониженной катая так что будет ништяк мне пускай стоит да и все ладно давайте проверять свет так чтобы вот проверять разъем чеки мы будем использовать вот такую люстру вот который какой-то флэш что за режим флэш я не знаю воткнул в него ничем и не сработает не срабатывает вот соответственно берем следующий следующий у нас получается хэтлайт это свет вперед передний свет так дальше п-парковка выбираем так пробуем есть в ум ехать должен притухать вот притухает это задние фонари вот габариты дальше берем разъем вытаскиваем брэк это брэйк это не знаешь что такое задний ход брэйк так ну и соответственно поворотники правый смотрите кстати давайте заодно проверим немножко поворачиваем вот начинает мигать посильнее а на эту другую сторону не прям сразу есть небольшой ну нет не очень маленький диапазон начинает мигать в общем тут получается все понятно так вот м1 еще какой-то контакт м1 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 и он не светится он не светится не включается никак не знаю в общем они туда они все туда не знаю в общем получается вот верхней и нижней у меня не работает может быть когда все вместе будет стоять может быть они тогда начинает работать или как-то вот этот флэш режим надо запускать сейчас попробуем стать может быть кнопкой включения давайте попробуем флэш режим найти вот миг след не знаю что это такое надо будет посмотреть все таки инструкцию зря я выкинул надо будет почитать посмотреть ладно теперь разбираемся с проводами давайте сначала возьмем передний левый и будем сейчас сначала на скруточках а потом пропаяем а может и не будем пропаивать не знаю в общем зачищая провода и пробуем может быть термоусадку буду одевать да и все так зачищаем провода вот и накидываем питание и будем проверять так в общем что нашел 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 черный и желтый это габарит на пульте вот эта кнопка сет она кстати выбирает режим но чтобы можно было включать или мигать там сейчас вот видите вот такой вот типа стабоскопа ну и просто будет светиться вот включили мы его получается то что есть тачку выключим ничего не тухнет сейчас попробуем выключить ее с кнопки выключили включили все фаров сама включилась выключить у нас получается она невозможно да стабоскоп мигание и светится не выключается полностью она так ладно сейчас будем дальше пробовать не знаю какая последовательность будет но сейчас посмотрим просто я пробую если допустим мы сейчас отключили и пробуем зеленый сейчас каждый контакт попробуем может быть она будет зеленый минус красный плюс не знаю сейчас посмотрим кто с чем потому что у нас с вами есть еще дальний и есть поворотник проводов что-то получается мало но не знаю сейчас посмотрим в общем друзья смотрите включились все фонари давайте поближе поставлю аппаратуру выключаю свет удерживаю кнопку все свет потух включаю свет загорелся поворотники туда все тухнет получается поворотники горят сюда эти тухнут поворотники горят вот дальше соответственно режим моргания аварии к типа дальше мигание и по моему следующий переливание да вот все вот так это работает но когда мы значит поворотники но когда мы с вами выключаем свет это как бы выключаем весь модуль габариты остаются все эти не работают вот так вот с передом разобрался что у нас по проводам получается получается зеленые провода и то у нас поворотники поворотники дальше свет дальней и то красной желтой провода вот и получается габариты это вот у нас чёрные провода вот чёрный чёрный провод габариты черный провод габариты красный белый это дальний ближний дальний вот вот так вот у меня пока вот сюда все подключено поворотники зеленые поворотники зеленые и теперь мне надо еще сюда вплести получается сначала сейчас поворотники задние задний ход вот и габариты вот так что давайте доделывать в общем друзья смотрим значит задний ход у нас получается задний ход у нас получается желтый желтый и черный провода немножко по-другому фонари вот габариты зеленый а поворотники красные вот такой вот пучок у нас получается все сзади светится сейчас я ее корку накину и покажу как это все получилось так друзья в общем смотрим поворотник поворотник едем все светится все светится у нас все хорошо далее прям берем выключаем все то же самое едем ничего нас ним не мигает все нормально выключен свет это спереди смотрим что у нас сзади когда свет выключен сзади как и положено ничего у нас не светится включаем габариты загорелись едем вперед притухает едем назад притухает задний загорается поворачиваем вправо поворачиваем влево едем назад поворачиваем видите они получается задний когда едем тухнет загорается поворачиваем чтобы было видно давайте едем вперед едем вперед сейчас едем вперед в общем друзья выключаем габариты у нас постоянно сделаны на постоянку когда все включаем включается весь модуль в общем друзья сейчас что-то метод руль сбился тренирование в общем друзья вот такая теперь аппаратура на нашем бронко переключается коробка куча свободных каналов вот такой вот семиканальный мы пульт поставили ну все всем спасибо за просмотр пока пока